ПЕСНЯ 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 На тот момент, как я видел, он был еще в сознании. Не знаю, как мы когда его несли, может быть, уже не был, я вот не знаю. Но вот именно на тот момент, когда я его носил, он еще был в сознании. Где-то примерно в 17.30, наверное, спуская из КП, там, где тоже детей собирал, в таком плане. Ко мне подбегают дети и говорят, что дядя Женя ударил от окон. Дядя Женя – это помощник-воспитатель, в таком плане. То есть его самостоятельно, второй вожатый, с которым он находился, принес вместе с детьми. В этот первый корпус, в процедурному кабинету. Забежав сюда, я увидел, что он лежит на полу. Сразу оценив ситуацию, в таком плане была начата реанимация первичная. То есть ходил это непрямой массаж сердца и вывел искусственное дыхание легких методом рот в рот, в таком плане. В это же время был сразу совершен звонок в скорую медицинскую помощь. Какое у них состояние было? Пульс нити видны, практически не прослушивался. Только на, так сказать, на крупных артериях. Зрачки расширены, зрачки расширены, на свет не реагировали. Дыхание оно было, но было, так сказать, периодично. После того, как была вызвана скорая помощь, она приехала примерно, даже не примерно, могу сказать точно, через час-16 минут. Потому что она ехала с города Рачихинска. У нас с ними заключен договор. Ну, в случае каких-то таких червистяных ситуаций. И все это время, в течение этого времени проводились вот эти мероприятия. Приехала скорая, констатировала смерть. И была вызвана полиция. В течение двух месяцев проходило обучение вожатых. Лично мы с Еленой Евгеньевной проводили несколько занятий. Что касается по уходу с территории детей, мы их разбираем. Я с чего не начал, что мы разбираем с самого начала, от и до. В течение определенного времени мы сообщаем в ОВД и начинаем работать. Как только мне сообщили, в течение пяти дней я сообщил во все МЧС, в полицию, что такое случилось. Я приехал раньше, и мы занимались тем вопросом. Трансформатор подстанции закрытого типа. Она не предусматривает какие-либо наружные ограждения, заборы и прочее. Высокая сторона, где стоят трансформаторы тока и разъединители высокого напряжения, под замком находятся. Замки вывешены энергоснабжающей организацией города Рачикинска. Доступа туда не имеем. Наша сторона тут Калининская, там, где мы можем провести обследование. Замки и висели. Двери были закрыты буквально в этот же день. До происшествия на трансформатор подстанции был проведен осмотр. Осмотр именно кабельных линий, не замков, а кабельных линий. И электрики доложили, что двери были закрыты, замок висел. Мы говорим на сегодняшний день, что это объект повышенной опасности, 10 тысяч вольт. И, в принципе, он находится на нашей территории. И, в принципе, доступ туда был ограничен. А кто уже каким, был изъят замок, был изъят там все эти вопросы. Я бы хотел дождаться окончательной следствием. Это специалисты работают.